Добрый вечер дорогие мои. Сегодня у нас 16 июня. Время уже пол восьмого. 34 тут показывает. 35 даже чуть больше на градусники. Вы понимаете, в это время уже нету солнца, чтобы солнце, ну и так этот градусник у меня работает круглые сутки в тени. Сегодня поблагодарить никого за поддержку канала. Как я обещал вчера, но вчера мне не получилось, пришлось уехать. Сегодня поговорим про голубинную масть. Что это такое? Тяжело ли получать мастевых голубей? Каких голубей тяжело получать? Попробуем так логично и практично все вот это как бы объяснять. Вот есть же такое, как в анекдоте, что такое реально, что такое виртуально. Это вот когда сын от подходит отцу, говорит папа, а что такое реально, что такое виртуально? Ну он доставит 100 баксов. Иди, говорит, маме предложи. Вот он приходит к матери. Мать сначала ругается, потом думает, блин, ну раз он захотел, деньги у него в кармане. Он же пойдет, еще и заразу зацепит. Соглашается. Приходит к отцу, говорит, папа, мама согласна. Говорит, теперь иди к бабушке. Ну бабка тоже чуть ломается, тоже согласна. Да, небо черное, мутное, короче, хрен поймешь. Вон ворона себя еле тащит. Потом отправляет к деду. Ну и дед тоже соглашается. Вот теперь, говорит, сынок, смотри. Реально мы, говорит, имеем 100 баксов в руках. А виртуально, говорит, мы имеем 100 баксов в руках. А реально, говорит, имеем, это, тьфу, блин, виртуально имеем 300 баксов в руках. Да, что-то я тоже, походу, перегрелся от солнца. Виртуально имеем 300 баксов в руках. А реально, говорит, имеем 100 баксов одного старого педика и двух проституток. То есть, вот это, реально это виртуально, понимаете. Ну, есть еще и такая штука. Такая штука, да, там, когда, ну, образно говорится, допустим, бежит, как олень. Ну, понятно, что человек никогда не может развивать скорость оленя, дикого животного, да, там, у него скорость-то гораздо больше. Но это говорится о чем? Это говорится о том, что он, ну, человек очень быстро бежит. Понимаете? То же самое, фраза, когда голубятники говорят, что вот светового дня не хватает, да, сутки не хватает. Ну, вообще-то, говорит, светового дня не хватает, но некоторые такого, это, там, говорит, сутки не хватает. Понимаете? Это образно воспринимается, что голуби долго летают. Долго летают, но не сутки. Почему не сутки? Потому что во всем мире, по сегодняшний день, ни в одной породе голубей не было поставлено, ребята, да, там, зафиксировано время 24 часа и больше. Ведь сутка – это 24 часа. Если люди говорят, что сутки не хватает, значит, 24 часа не хватает. Понимаете? В общем, то есть голубь, значит, летит больше, чем 24 часа. Ну, почему голубь не может летать 24 часа, я уже тысячи раз объяснил. В общем, по-моему, и не надо, хотя по сей день находятся люди, которые, говорят, ночью они видят. Вот выходим ночью, смотрим, белые точки летают. Ну, я частенько прикалываюсь над этим. Да, есть и такие, такого категории людей. В общем, ну, на самом деле, еще раз говорю, в реальности, в реальности, ни один голубь во всем мире не может летать сутки. Нету таких голубей. Не было и не будет, понимаете? Ну, ну, если послушаешь наших голубятников, ну, таких голубей не то, что тысячи, а миллионы, понимаете? Ну, опять же, там виртуально, вот эти миллионы виртуально, а вот реально ни одного нету. Ну, как бы, так, выйду на улицу, сейчас чуть-чуть посадочку еще снимем, потом продолжим. О, падает сверху, прямо хорошо падает, но жарко. Жарко, дорогие мои, жарко. Жарко. И бьют даже там. И бьют даже там. Да, хотя многие голубятники считают, что в жару голубей нельзя гонять. Ни в коем случае это мучить голубей. Ну, как всегда говорю, дорогие мои, если вы хотите получить результаты, вы не должны слушать тех, которых вам показывает голубей, которые, которые держат голубей в резке, никогда этих голубей не показывает, все время рассказывает, рассказывает. Понимаете, это все виртуально, это все рассказывает. Слушать вы должны тех, которые вам все это показывают, понимаете? Ну, вот представьте себе, у меня сигарета в руках, и я начинаю объяснять, легче читать, что курить это плохо. Ну, элементарно, да, вопрос. Ну, если курить плохо, а какого хрена ты куришь ты? Значит, я не имею права. Ну, есть люди, которые сигарета в руках, объясняют, что курить нельзя, понимаете? Ну, к сожалению, есть такой, да, там. И такой. Сейчас посмотрим, как они сядут. И кто что покажет. Наверху показывает. Тима, ты чего людей пугаешь, Тима? Тима! Свет, привет! Привет! Да, и вот недавно еще одно вот видел, говорит, ну, там был спор поднять армянских голубей с бакинскими голубями. В общем, конечно, в итоге, говорит, ты не поднимай, говорит, с ним, потому что у них голуби сильнее. А с ним почему? Потому что они, говорит, сохранили, армяне сохранили бакинских голубей. Поэтому у них голуби сильные. То есть, вот понимаете, да, вот логику включите. Армяне сохранили бакинских голубей, и у них голуби сильные. Тогда вопрос. А вот те, которые не сохранили бакинских голубей, они каких голубей поднимают? Можете ответить? Если они не сохранили бакинских голубей И говорят, что мы поднимаем бакинских голубей А армяне сохранили не армянских голубей, а бакинских голубей Поднимают бакинских голубей Вопрос Даже дайте соглашусь я с вами Что пусть, пусть, пусть Так, предположим Пусть вот эти голуби, которые в армян Они бакинские А так вот бакинских, которые как бы поднимают Они какие? Это что за породы голубей, дорогие мои? Понимаете? И но разве люди глупости говорят Ну хоть стой, хоть падай Логики вообще не подходят абсолютно Говорит, наша стратегия Это никакой стратегии Теперь у этих Лишь бы сказать Лишь бы ролик снимать Лишь бы троллить Понимаете? Да, и там этот Пацаненок один Он попутал уже Похоже, по всей Во всем Знаете, когда Дети переходят границу Это очень плохо Ну там пару вопросов написал Все-таки на эти вопросы Я отвечу Бываешь ли ты на рынке На рынке я не бываю Хотя у меня есть Несколько роликов Которые я специально выезжал на рынок И снимал Что творится на рынке А так на рынок я не хожу По рынкам, по выставкам Я не таскаюсь Мне хватает того Что я услышу даже в интернете Понимаете? Для того, чтобы услышать Что на рынке Не обязательно на рынок ходить Ну раньше и было Там хоть Ходили гости Друг к другу То есть пришли на рынок Потом поехали К одному голубятнику К другому голубятнику Ну конечно В итоге разочаровались И больше не стали ходить Ну у нас несколько человек было Которые любят там Голубей посмотреть в небе Ну получилось так На рынке человек рассказывает Полчаса, час едешь к нему Пять минут голуби На проводах на этих На деревьях На крышах В общем и разочарованно Уезжаешь Ну мне там друг С Сергеем раньше Мы общались Давно уже не общались Он тоже голубя уже не держит Вот он все время говорил Гагик Ну мы же как Сейчас поедем Гагик несколько часов Потратим Пять минут лета посмотрим Давай лучше пять минут Потратим Пойдем к тебе Несколько часов лета посмотрим Голубей Ну и мы так Перестали ходить Значит И второй вопрос Гагик Почему раньше Бабушки Это да Там голубятников Жуликами считали Ну скажем так Не бабушки на скамейках Жуликами считали А все жуликами считали Очень многие Вот сейчас говорят Вот Советский Союз Советское время Советский Советский Вот там было чудо Понимаете Люди которые Не жили Советском Союзе Не знают Что такой был Советский Союз Понимаете Они говорят Об этом больше Чем те Которые жили В общем Никаких бед не видели Они громче говорят Те которые Чьи родители Там через лагеря Через это да Там проходили Узниками были Полизаключенными Были В общем То есть Они больше знают Чем те Чьи родители Или кто был Вот в этом положении Значит Советское время Ну элементарная вещь Скажу Допустим Кинотеатр Советское время Очень часто Были рейды Кинотеатрах То есть Люди пришли На культурные мероприятия Как Фрунзик Макарчан Говорил Да там Приходили в кинотеатр Поднимали всех Зрителей К кинотеатра И проверяли Какого хрена Они сидят С это да Среди белого дня Смотрят кино Вот кто там Должен был На работе быть Не был Его забрали В отделение Кто в школе Должен был Не был Забрали В отделение Там И так Ну вот Было такое Ну поскольку Голубятники Это люди Которые Ну ученики Школу пропускали Чтобы приходить Голубей погонять Многие Как бы Там было Такое Имя написано Что он там Типа работает В общем Ну где-то написали На самом деле Он не работал В общем Занимался Своими делами В общем Да То есть У голубятников Было очень много Свободного времени Гонять Голубей Поэтому и нас называли Тунеядцами Хулиганами Этими Да Ну и самое главное В то время Вот такие Как Бах Очень многие Вот которые На ксерексе От Это Да Там Отштампованы Вот этот Испорченный Печать В общем Таким Либо Это Да Ухо Купировали бы За такие поведения То что они Себя ведут В общем За неуважение За вот этот Беспонтованность То есть ребята Абы кто Скажем так Не держал Голубей Понимаете Голубей Держали Достойные Ребята Понимаете Абы кто В общем То есть То время Достойный Голубятник Это был Не тот У кого Там у отца Или у него Там были Денег много Нет А кто Заслуживал Положение В этом Да В дворе В городе В квартале То есть Такие Авторитетные Ребята Понимаете Ну Сядешь Пойду Я Сейчас Сяду Фу Душно Конкретно Душно Дорогие Мои Ну че Не хотим Садиться Ну думаю Достаточно В принципе Меру Мер Пойду Сяду И про Масть Начнем Рассказывать Так Дорогие Мои Ну опять Слава Боже Садимся Бандит Тут хорош Подлоги Падать Все Свет Включим И еще раз Дорогие мои Ответьте Пожалуйста Если Бакинские Голубей Сохранили Только Армении То Голуби У тех Ребят Которые Город У нас Бакинские Голуби Но Не Армян Что За Породы Голубей Что За Голуби Ну Дайте Пожалуйста Искренний Ответ Сейчас Перейдем Перейдем Комментарии Читать Здравствуй Хейтеры Разные Нужны Без них Бывает Скучно Ну да Хейтер Он Такой Неагрессивный Как Вот Этот Бах Им Поинтереснее Так Поприкалываться Так Скажу Стихами Александра Резникова Люди Разные Нужны Люди Разные Важные Малыши И дяди Степы И поэты И дотепы На схамейке Баба Маня И Ванучок Сопливый Ваня Дядя Коля Тракторист Композитор Ференец Лист И Другие Дяди Тети Вы нужны Там Где Живете И я С ним Согласен Здоровый Здоровомыслящим Гоняйте Голубей Да Хоть и Хейтер Говорил Что Ты Говорит Сейчас Скажешь Ходить Умеешь Но Как вы Поняли Я не Говорил Понимаете Почему Не Говорил Потому Что Этот Человек Пока Не Переходит На Личности Вот Этот Дурачок Молодой Болтаешь Там То Другой Понимаете Он Уже Переходит Гораницы Понимаете Шутить Можно Прикалываться Можно Но Переходить Черты Нельзя Понимаете Нельзя Вот Это Очень Плохо Да Миша Согласен Так Значит Да Тут Миша Еще один Хороший Этот Да Промазь Там Еще Под Конец Ролика Промазь Голубей А Вкус Вкус Не Спорят Есть Тысяча Мнений Мер У Мер Да У Каждого Есть Свой Вкус Да И Тут Армен Наш Написал Так Туза Цвета Друзей Ну На вкус Нацвет Друзей Нет Кому Что Кому Что Говорит Если Чернохвост И любого Цвета Хвоста И Это Небитые Не Уступить Любого Света Или Челя Как их Брата Может Одна Перы Будет Но Сутки Не Будет Хватать Так Во Всех Мастях И Породных Есть И Хорошие И Нехорошие Или Как Сказать Не Летал Вообще Но Кровь Отличная Вот Это Очень Большое Заблуждение Арминджан Короче Всем Всех Благ Это Голубое Небо И Свобода Хорошая Голубей И Здравия Взаимно Дорогой Значит По поводу Крови По поводу Крови Я много Раз Говорил Много Раз Я Это Доказывал Это Объяснял И Повторю Еще Раз Это Фантазия Голубятников Что Если Голуб Хороший Он Обязательно Даст Тебя Хороших Птенцов Нету Такой Он Может Дать Хороших Птенцов Но Не Обязательно Точно Так же Голуб Который Он Может Долго Летать Но Не Обязательно Что Он Полетит Вы Можете Сегодня Голуб Поднимать Он Может С утра До Ночи Летать Завтра Вы Его Поднимите Он Может Вообще 5 Минут Не Летать То Может И Будет Это Разные Вещи Этот Голуб Может Летать С утра До Ночи Но Не Будет Летать Понимаете Может Он Раз В год Полетит Су Долго А В остальное Времени То же Самое По Хорошим Кровям Он Может Вам Дать 20 Птенцов Из 20 Птенцов Только Один Будет Хороший Остальные 19 Будет Бракован А Может Из 20 И 20 Дать Понимаете Вот Допустим В Горисе Есть Такой Деревне Из Этого Рода Маленькие Деревни Маленький Род 12 Авиаконструкторов Академиков Профессоров Научных Работников Начиная От Деда Семейство Такая Очень Кстати С этим Человеком Я Случайно Познакомился Во Время Референдума В Армении При Распаде Советского Союза Он С Москвы Приехал Он Был На Гособеспечении Госохране Такой Очень Академик Семьяни Лично Знакомый С этим Человеком В общем Да То есть Таких Очень Мало И Поэтому Голубей Необходимо Проверять Постоянно Если Вы Голубей Не Проверяйте Постоянно Вы Не Можете Сказать У Нас Как Получается У Нас Голубей Поднимают Голуб Там Пескуном Один Два Раза Покрылся Что-то Показал Они Его Режут Так Называем Маточник Ну Свинарник Из Голубятни Переводит Голубя Свинарник Понимаете И этим Все Заканчивается Дальше Начинает Рассказывать На самом Деле До Трех Лет До Трех Лет Голубь Набирает 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 То есть Да Он может Десять раз Поменяться Вот я Кукленыша Показывал Да Вот Помните Там Несколько Лет Ну В самом Начале Он Летал Хорошо Потом Начал Уходить За бой Потом Падал Этот Голубь Потом Все Начал Покрываться Ну Сейчас Видите Через Несколько Лет Каким Он Стал Понимаете Голуби Они Меняли Поэтому Голубей Пока Несколько Лет Вы Не Погоняйте Вы Не Можете Сказать Что Он Будет Показывать Понимаете Невозможно Сказать Еще Раз Самое Разумное Самое Такое Да Мощное Существо На Планете Земля Это Человек Ну Как Вы Думаете У нас Гена Не Передаются Нашим Детям Передаются А почему От профессора Может Балбес Родиться В общем Или То Это Да Там Ну То Есть Не Профессор Рождать Почему Если Человек Это Самое Разумное Существо И Притом Человек Может Планировать Когда Иметь Детей Голуби Они Не Могут Запланировать То Голуб Подболевший Он Не Может Запланировать Топтать Голубка Или Не Топтать Он Будет Топтать А вот Человек Человек Он Может Больное Время Ну Не Спать Жену Чтобы Чтобы Не Забеременела То Есть Получить То Даже В Этом Случае Даже В Этом Случае У Нас Дети Все Разные Раз Дети У Нас Разные То От Хороших Кровей Будет Хорошие Голуби Это Просто Фантазия К Реальности Она Никакое Отношение Не Имеет Да От Плохих Вы Никогда Не Получите Хороших От Плохих Голубей Вы Никогда Не Получите Хороших Голубей Но От Хороших Не Всегда Вы Получите Хороших Голубей Понимаете Есть Еще Такое Некоторые Вот Когда Горишь От Плохих В общем Да Ну То Плохие Голуби Не Бывает А с Плохими Этими Да Там Качествами Бывает Такой От Сильного Голубя Родился Это Да Птенец Этот Птенец Ничего Не Показывает Но В нем Есть Эти Гены Эти Гены В общем Полностью Не Передались Ему Но Они Могут Передаваться Его Детям Понимаете И Бывает Родители Хорошие Птенцы Никакие А вот Внуки Уже Нормальные Идут Понимаете И такое Тоже Будет Поэтому Дорогие Мои Генетика Это Очень Сложная Наука Очень Сложная Наука Это Вам Не Арифметика Это Не То Не Другое Да Там Не Надо Лезть Туда Есть Элементарный Способ Понимаете Получили Птенцо Проверяйте Хорошие Хорошие У вас Будут Выживать Хорошие Будут У вас Показывать Слабую Птицу Уберет Хищник Сдохнет То Пятое Десятое То есть Именно Путем Гона Круглогодичного Каждоднев Постоянного Гона Вы Можете Получить Сильных Голубей Других Вариантов Нету Все Остальное Это Лажа Это Обман Нету Такого Понимаете Ну Нету Такого Да Теперь Значит По поводу Того То Что Арнень Говорит Что Хорошими Могут Быть Чернохвостые Лучше Даже Честь Сезарь Арнень Не Может Быть Ни Один Мастевый Голубь Не Может Быть Сильнее Чем Сезарь Сильнее Чем Дикарь Понимаете Ну Не Может Он Быть Потому Что В Дикаре Сезаре Там Все Естественно Все Натуральное Понимаете Там Все Полностью Генетики Идет От Природы А Вот Мастевых Голубей Да Там Хотя Кто Сказал Что Сезарь Это Не Мастевый Голубь Это Самый Мастевый Голубь Самый Дорогой Голубь В мире Это Что Чернохвостый Был Или Там Красношея Был Самые Дорогие Голуби В мире Были Именно Сезарей Которые Продавали За 200 Тысяч Долларов И За 2 Миллиона 830 Тысяч Евро Именно Сезарей Не Чернохвостых Это Да И Как бы Глупо Сказать Что Сезарь Это Не Масть Это Природный Натуральный Масть Это Самый Мастевый Голубь Сезарей Их Очень Трудно Сейчас Найти Практически Мало Осталось Сезарей Да Значит Но Но Есть Другое Понимаете Вот Это Да Там Поговорка На вкус И цвет Товарища Нет Она На самом Деле Работает Основное Количество Голубятников Предпочитают Не Сезарей Предпочитают Не тех Не других А Предпочитают Именно Печат Щейки Адресные Хвосты Даже Подхвостник Если У него Белый Там Это Уже Брак Считается Одно Перо Там На Этого Хотя Многие Даже Не знают Что Такой Маск Любую Шейку Они Называют Масковую Птицу Нет Если Мы Называем Шейка Печать Шея Да Там Либо Хомут Шея Если Это Печать Шея То У него Шея Должна Быть Круглая Как Вот Печать Ставить Одно Беро Лево Вправо Это Уже Брак Понимаете Ну Вот Представьте Себя У вас Машина Вот Новую Машину Покупайте Идеально Покрашена Там На одном Крыле Потек Краски Это Уже Брак Понимаете Уже Не идеально Покрашено То же Самое Здесь Если Отрезной Хвост То Перо Перо То Все Вот Это Должно Быть Но Тут Что Получается Тут Получается Так Что Красивых Голубей Люди Жалеют Гонять Жалеют Гонять А вот Если Такой Битенький Вышел Да Там Нищея Ничего Там Какой-то Да Там Битый Голубь Вышел Они Без проблем Гоняют Понимаете И тут Получается Вот Как В сказке Золушка Понимаете Вот Золушка Все знают Сказку Да Когда Там Ее Заставляют Все дела Делать За всех Она Трудится Все Она Делает Ну Естественно Она И Становится Принцессой Потому Что Она Все Это Умеет Понимаете То Есть Мастевая Птица В основном Народ Жалеет Гонять Он Не Хочет Гонять У Многих Есть Вот Так Ну Я Ему Прокуплю Ну Вот Я Подниму Его Копчик Заберет А Где Я Что Такое Найду Понимаете У них Вот Такое А Вот Когда Голов Не Мастевый Голуб Не Мастевый Ну Он Без Проблем Гоняет Ну Как Бо Я Много Раз Объяснял Вот Если Вы Заходите В Голубятню Ту Голубятню Где Там Основная Мастевая Птица Чтобы Выбирать Самую Сильную Голубя В этом Голубятне Даже Не Поднимая Это Проще Простого Посмотрите В этой Голубятне Если Вся Птица Печать Там Отрезные Хвосты Там И Какой-то Битенький Какой-то Пёренький Какой-то Такой Да Эти Битенький Пёренький Самые Сильные Голуби В этой Голубятне Почему Потому Что Понятно Что Человек Держит Красивую Птицу А Если Эта Птица Некрасивая Но В этой Голубятне Значит Она Там Самая Сильная Птица Понимаете То есть Ну Частенько Там Из Ребят Тоже Рассказывают Где Приходили К этим Да Увидели До Этого Голубя И Он Тут Задает Вопрос Да А Кто Тебя Про Этого Голубя Рассказывал Да Да Никто Не Рассказывал Но Если В Такой Голубятне Вот Такой Живет Значит Он И Должен Быть Самым Лучшим Да Так Что Армен Дорогой Значит Первую Очередь То Что Говорят Сутки Не Хватает Ну Самом Начале Я Ролики Говорил Нет Таких Голубей Которые Могут Сутки Летать Это Образно Говорится То есть Ну Голубь Долголет Вот Поэтому Сутки Не Хватает Особенно Если Возьмем Бойная Птица Понимаете Но Не Может Бойная Птица Показать Те Результаты Которые Показывают Пермики Тедди Там Много Там Эти Да Типлеры Даже Далеко Рядом Не Будут Стоять Понимаете Ну Это Вот Как Сказать Ну Не Может Там Шестерка Или Запорожье Или Москвич Развить Скорость Ламбордини Или Бенкли Или Феррари И того Другого Но Не Может Как Бо Мы Не Стояли Какой Подвижок Мы Не Поставили На Жигулях Все Не Сможет Понимаете Точно Так же Не Может Бойный Голуб Летает Столько Сколько Летают Пермики Тедди Там Пакистанцы Там Разные Типлеры Самые Дольше Летают Типлеры Да Ну И Они Однако Сутки Не Могут Летать Понимаете Так Что Бойные Голуби Далеко Сутки Не Могут Летать Понимаете Все Вот Это Фантазия Голубятников Да Там Ну Просто Долголет Да Говорит Ой Сутки Не Хватает Глобрут Понимаете Голуб Не Может Сутки Отлетать Почему Я Уже Тысячу Раз Объяснял Про Это Понимаете Ну Невозможно Даже Если Голубя Держите Там Это Там В Заполярном Круге Где Там Белые Ночи И Там Тоже Не Смашит Так Что Вот Тогда Масть Очень Очень Легко Получать Нет Ничего Это Да Почему Легко Получать Почему Легко Получать Потому Что Мастевой Птицу Не Гоняют Вот Если Там Я Получаю Голубей Когда Вот Там Получил Пока Весь Год Не Про Это Не Прогоняю Я Потом Не Оставлю Это За Это Время Тысячи Раз Может Там И Хищник Напасть И Туманом Накрости То И Другое Это Да То И Там И Жесточайшая Проверка Может Из Десяти Один Голуб Выживет Понимаете Из Летно Бойных Голубей Из Десяти Может Один Выживет То Из Мастевых Из Десяти Десять Выживет Проблем Нету Понимаете Вот То Что Сейчас Люди Говорят Если Я Его Потеряю Где Я Найду Понимаете Типа Про Мастевых Найдете Проблем Нету Красивых Найдете А Вот Голубей Мастевых Которые Летали Круглый Год И Показывали Себя Да Конечно Не Найдете Да Конечно Проблематично Найти Понимаете Таких Проблематичные Понимаете Но Если Вам Голубей В небе Постоянно Так же Как Немастевых Голубей Это Был Совершенно Другой Разговор Но Вам Его Не Показывает Понимаете Только Говорят То Что Эта Птица Красивая Про Фуку А где Его Найду Понимаете Все Этим Заканчивается То есть Полетно Бойным Качеством Она Не Может Сравниваться Не Из-за Того Что Они Не Могут Нет Ну Представьте Ребенок Два Сына Одного С детства Дали Спорт Школу А другого Закрыли Дома Ну У вас Один Вырастет Умным Спортсменом А другой Вырастет Парниковым Ну Кем Вырастет Понимаете То Что Мастевую Птицу Сами Голубятники Испортили Да Да И Сейчас Еще Понимаете Трудно Найти Мастевую Птицу Которая Там Летала Или Оп Пошел Это Старый Да Трудно Найти Птицу Такую Понимаете Поэтому Они Что Делают Занимаются Им Бридингом Тем Самым Еще Хуже Становится Одним Словом Дорогие Мои Держите Голубей Гоняйте Голубей И Только Благодаря Гона У Вас Будет Сильные Голуби Я Не Говорю Хорошие Голуби Все Хорошие У вас Будут Сильные Голуби Ну Будет Это Мастер Значит У вас Будет Сильный Мастер Голубь Не Будет Другого Выхода Нет Другого Другого Способа Нет Понимаете То Ну Чтобы Женщина Родила Ребенка Ну Что Надо Сделать Мужчина Нужна Надо Что То Делать Чтобы Она Родила То же Самое Здесь Так Что Миру Мер Голуба Небо Здравия Здравомыслящим